Новый крест на куполе уникальной часовни конца 19 века установили сегодня в старообрядческой части Арского кладбища в честь поминания всех усопших старообрядцев. Сегодня святилище находится в полуразрушенном состоянии. Чтобы сохранить его, верующие вкладывают собственные деньги в реставрацию объекта. Так недавно здесь установили купол. Первые шаги по восстановлению старообрядческой часовни сделаны. Святилище конца 19 века раньше служило для отпевания и поминовения умерших. Теперь часовни хотят придать первозданный вид. Живописное изображение спасителя с Евангелем, где было написано такие слова «Придите ко мне, труждающиеся, бремененные, и я спокою вы». Мы все это как в прежнем виде было. Наши прихожане, которые ходили здесь, они уже пожилые, старенькие. Они помнят, они нам все расскажут. В реставрацию святыни частично вложились сами верующие. Порядка 180 тысяч рублей собрали на новый медный купол. Теперь устанавливают крест. Кстати, любители казанской старины предложили властям города проложить сюда туристический маршрут, так как данная часовня находится на участке, где захоронены одни из самых богатых и знаменитых людей Казани. Идею в исполкоме поддержали. Среди захоронений здесь сохранился склеп казанского купца первой гильдии, мецената, потомственного почетного гражданина Казани Якова Шамова, с именем которого связаны памятные места Казани. Например, Шамовская больница. Кстати, Шамов в свое время делал пожертвования для этой часовни, а сейчас и склепу требуется реставрация, в частности, крыши. Сейчас в администрации города оформляют документы, и святыня в скором времени перейдет в собственность общины. Причем это не единственный объект, который передадут староверам. С помощью президента республики Рустама Нургалевича происходит возвращение при Лузском молитвенном храме. Сохранить и благоустроить старообрядческие святилища и захоронения – главная цель общины, ведь это часть большой истории. Хорошо, это, во-первых, нашим усопшим хорошо, во-первых, молиться будут за наших усопших.